Все автоматически они понимали, что моя девушка теперь клава, в начале дня садились и монтировали, монтировали, следующий день так же, почти не спали. А мы упустим этот момент, мы не обсуждаем эту тему. Есть такая фраза, хочешь сделать хорошо, сделай это и сам. Друзья, программа «Тема» продолжается, а на его месте хотел оказаться каждый. Молодой человек, самый популярный поп-певица нашей страны, актер, режиссер, модель, блогер и просто классный парень Александр Поверин. Привет! Друзья, всем привет, рад тебя приветствовать в этой студии. Ну что, где ты был, задержался чуть-чуть к нам? Как назло перекрыли дороги, я вот как мог добирался, я здесь, рад тебя видеть и хочу пообщаться, рассказать, услышать и ответить на какие-то вопросы. Есть еще такая версия у наших телезрительниц, что Клава тебя никак не отпускала, долго зацеловывала перед уходом. Ну это была бы хорошая версия, но, к сожалению, нет, не так. Ты впервые в нашей студии, как тебе у нас? Мне нравится, так все ярко, масштабно, прикольно, внушает доверие. Нам очень приятно. Ну рассказывай, сколько разочарованных парней написала тебе, когда узнали, что Клава больше не свободна? Именно мне, разочарованных парней. Ну мне, кстати, парни-то и не писали, мне скорее девочки писали, которые разочаровались в том, что я теперь не свободен. А, девчонки разочаровались? Значит, Клаве писали. Ну у меня более женская как бы аудитория, а Клаве... Ну, кстати, мы тоже как-то это не обсуждали, но, возможно, были поклонники, были те парни, которые на что-то надеялись, но, увы. Ну а ты что-то написал девчонкам, которые тебе написали, что, Саш, как так? Ты с Клавой, а вот не со мной? Да нет, я думаю, если это хорошие поклонницы, они примут мой выбор и будут только рады за меня, вот. А с друзьями быстро познакомил Клаву со своими? С друзьями, кстати, нет. Где-то в течение месяца, так, возможно, с одним, с другим, а... Вот я сейчас в этот момент даже не могу точно вспомнить, но не было такого, что второй день я сразу всех привел, все, садимся, знакомьтесь, это Дима, это Даня, нет, такого не было. Ну а когда ты рассказал своим друзьям, что встречаешься с Клавой Кокой, как они отреагировали? Были в шоке или наоборот обрадовались? Может, отговаривали, говорили, популярная девчонка, зачем тебе? Ну, наверное, все мои близкие друзья знали, что я на проекте был. Да. И, то есть, они знали, их больше волновало, выигрую я или нет. Ну, то есть, если я уже выиграл, значит, я уже с ней встречаюсь. И единственное, что они у меня спросили, а точнее, я им это сказал, потому что я с ними не вел диалог, так как был на шоу. И просто в конце я написал, что да, я выиграл. Ну и все автоматически они понимали, что моя девушка теперь Клава Кокой. Ну, они обрадовались за тебя? Конечно. Ну, они обрадовались вдвойне, что она теперь моя девушка и то, что я ее и выигрывал. А было уже знакомство с родителями? Пришли на более серьезный уровень? Именно с моими родителями знакома с мамой, так как она присутствовала на проекте, это пятая часть вроде. А с папой только по видеозвонку, она его поздравляла с днем рождения. Ну и так иногда общаемся, передаем приветы. А с ее родителями знаком, еще на проекте я не был знаком, мы познакомились вроде на ВК-фесте. Ой, прикольно. Ну, пока что семьи не знакомились, значит, свои? Нет, нет. Когда-то уже будет это состоится? Ну, есть небольшая сложность, мои родители живут в Крыму, вот, а ее родители в Москве. Если бы, возможно, жили все в Москве, мы бы уже встретились давно-давно, а так как до Крыма ехать довольно-таки далеко, я сам там бываю, наверное, раз в год, вот. И я надеюсь, что этим летом, возможно, мы как-то все пересечемся. Ой, будем ждать знакомства. Вы вместе уже целый год, и как изменились ваши отношения за этот год? Ну, мы как-то это обсуждали, наверное, с каждым днем они укрепляются, вы понимаете друг друга все больше и больше, больше радуетесь, больше, ну, не сказал бы, что ругаетесь, нет, наверное, вы просто понимаете, в каких местах можно сгладить, и чтобы это не ушло там в ссору, в обиды и прочее. Но я понимаю, что наши отношения, они с каждым днем становятся все крепче и крепче, вот. А был ли кризис? Может быть, тогда, когда Клава выпустила песню «Нет парня, нет проблем», например? Нет, именно когда была эта песня, это вообще не было каких-то у нас разногласий, ссор и так далее. То есть, эта песня не была вообще... Предпосылок к ней. Да, это не было как бы мне акцентированно, не посвящено. Это просто песня родилась и родилась, то есть, не было никаких проблем в отношениях, и она такая, творческий порыв написала, что «Нет парня, нет проблем». Просто был такой проект. Просто написал. Ну что, Саша, как тебе клип? Ну, я впервые увидел его вчера, потому что он не так давно был смонтирован. Меня, к сожалению, не было на его съемке, его снимали в Гонконге. Я хотел, конечно, со всеми поехать, но у меня, по моим обстоятельствам, не получилось. Мне очень нравится. Это первый клип Клавы, снятый, во-первых, на пленку. Кто не знал, его снимали на пленку. Это не так просто. Это также опять проявляется она позже. То есть, вы видите, что получилось только в конце, и уже из этого собираете клип. Насколько я знаю, Клаве этот клип очень нравится, и как он смонтирован, идеи и так далее. Мне тоже, как режиссеру, я оценил. И еще полностью, вот от начала до конца его не успел посмотреть, но еще я вот и посмотрю, чтобы прям вот полностью. Ну, скажите честно, напрягся, когда Клава начала писать такие песни? Но я об этом треке узнал только, когда он вышел. То есть, она зачастую, когда пишет треки, она их мне показывает, когда они уже готовы. То есть, она, ну, не то чтобы стесняется, она, наверное, как и я, не любит показывать неоконченную работу. Хочется показать уже, наверное, вот готовый результат. А когда я услышал этот трек, я, кстати, не помню, что я первый раз услышал, я вроде даже не припев, а куплет услышал. Припев, что нету парня, нет проблем, я даже не знал. Ну, не удивился, что такой вот припев? Ну, сначала были, как бы мысли, не мне ли это акцентировано, но понимал, что нет. Просто спросил, ну вот, захотели так сделать, и все. А ты согласен вообще с тем, что нет парня, нет проблем? Или нет девушки, тоже нет проблем? Да нет, я считаю, что проблемы есть всегда, неважно, есть у тебя. Парень или девушка, здесь все зависит исключительно от тебя. Просто вот такое было, наверное, настроение, захотелось написать. Возможно, для кого-то как раз-таки это и будет актуально, и какие-то девушки найдут себя в этом. Ну, вообще, какие проблемы бывают у вас в отношениях? Мы знаем, что Клава часто опаздывает, тебя это злит, а ты, если голодный, то злой. Что есть еще? Ну, опять же, у нас есть мало совместного времяпровождения, так как у нее график, у меня, но у нее больше, у нее постоянно там-сям. Гастроли, выступления. Да, то есть у меня нет выступлений и концертов, я как бы зачастую нахожусь в Москве, а она там летает в другие города. Ну, я бываю с ней лечу, если у меня свободное время. Вот, а что еще, что еще? И вот тебя расстраивает, да, что вы не проводите много времени вместе? Ну, не то, что он не расстраивает, то есть ты хочешь провести время с человеком, со своим, но понимаешь, что она отдает его больше работе. Возможно, какая-то ревность срабатывает, но все-таки разум берет свое, ты понимаешь, что как бы она делает для себя, и здесь нет смысла ревновать. Где сейчас Клава? Сейчас на съемках она делает фотографии для дня рождения, если я не ошибаюсь. Может быть, уже поехала на что-то другое. Вот, мы тебя и проверили, знаешь ли, ты каждый день, где Клава. Программа «Тема» продолжается. Александр Поверин у нас сегодня в гостях. Ну, совсем недавно ты дебютировал в качестве режиссера и снял клип продюсерскому проекту Клавы Коки Кириллу Скрипнику. Рассказывай, как так получилось и как тебе такая миссия режиссера? Ну, я знал Кирилла Скрипника, мы с ним не близко общались, потому что знал как человека, что он в Блэкстаре. И ко мне обратились, что они хотят снять клип, не хотел бы я попробовать себя в роли режиссера, придумать сценарий, снять и так далее. Ну, грубо говоря, сделать под ключ. Меня это заинтересовало, потому что я снимал клип, ну, помогал как режиссер Клаве, а здесь нужно было прям вот с нуля все сделать, грубо говоря, это прям твоя вот работа. Меня это заинтересовало, тем более я послушал трек, мне очень понравился, я понимал, что на него можно что-то вот придумать, и это в моем жанре. Потому что я работаю более в художественном жанре, где какая-то история есть, сюжет, кульминация. Такой мини-фильм. Да, наверное, клипы, которые просто про вокал с красивой картинкой, это не моя история, то есть это не мой почерк. А вот здесь я мог себя показать как режиссер. У нас было не так много времени, у нас был определенный бюджет, у меня не было команды, то есть я его собирал уже из каких-то своих знакомых, с кем я работал. И как по мне, получилось неплохо. Мы, кстати, клип собирали, уже прям монтировали за день или за два до выхода. То есть, наверное, не знаю, были такие еще какие-то случаи, чтобы клип монтировали за два дня. То есть мы сняли его за три дня, а смонтировали за два дня. Суперэкспресс-работа, да? Да, мы, если честно, не спали. Мы, то есть в начале дня садились и монтировали, монтировали. Следующий день также почти не спали. Тем более для меня было сложно, так как я ролики монтировал, а вот клипы, где там нужно показывать больше музыки, больше вокал музыканта, для меня было немножко сложно, так как ломается концепция художественного фильма. Но мы все-таки это смогли, всем понравилось, все поняли задумку клипа, и меня это очень вдохновляет в дальнейшем. А кто предложил тебе стать режиссером? Кирилл или, может быть, Клава как-то поспособствовал? Клава дома подошла и сказала, вот у нас есть клип, не хочешь ли ты попробовать? Я сказала, конечно, давай, почему бы и нет. Мы потом встретились с Кириллом, с моим другом Лешей, оператором, уже раскидали идею, я там прикинул, примерно накидал сценарий, ну, за что можно затронуться, а потом уже начали отталкиваться от локации вообще. И вот так вот быстренько получилось. И скажи честно, дорогой получился клип? Сколько вложили? А дорогой это сколько? Ну, больше миллиона. Нет, нет, этот клип меньше миллиона. Меньше миллиона. Поздравляем и тебя, в том числе, с премьерой, с дебютом в качестве режиссера. Приятно видеть свою работу? Не знаю, еще в студии, на большом экране очень приятно смотреть. Я опять вспомнил, такой, знаете, вайп, ностальгия по этому моменту, прям очень приятно стало. Это твоя была идея сделать Клаву Бористо? У нас была задача внедрить Клаву в этот клип. И я понимал, что, во-первых, она там должна была быть не Клавой Кокой, а просто девушкой, которая, как бы, мы могли сделать, что она звезда и так далее, но это было бы не так интересно. И я понимал, что нам нужно было от чего-то оттолкнуться, что будет таким звеном. Я думал, что Бористо как раздаст вот эту вот печенюшку с предсказанием, после чего он поедет за своей девушкой. Вот. Клаве эта роль понравилась, она оценила, очень хорошо вжилась и вкусно кофе делает. В общем, режиссер доволен. Насчет клипа, если складывалось в многих впечатлениях, что все шло гладко и все снималось очень быстро и легко, на самом деле нет. Мы уже в первый день поняли, что, блин, походу мы его не снимем, потому что мы попали в то время, когда в Москве было три дня плотных дождя. Да. То есть вообще он не прекращался, то есть там гром, молния, град и так далее. А у нас почти все локации на улице. И у нас, опять же, не было такой бюджета, чтобы мы сняли ангар, перекрыли там, не знаю, все, что только можно. И у нас еще крыша, где мы снимали, нам нужен был закат. Закат в определенное время. Опять же, дождь. Ну, короче, было очень много сложностей, но мы с ними справились. Это самое главное. Да, и вот уже еще была проблема, с которой я столкнулся в первых клипе. Мы очень много сняли контента. То есть его было много сцен, которые мы вырезали, потому что они не вмещались уже в трек, и мы уже выбирали из того, что есть. Я просто на будущее буду знать, что надо поменьше снимать. Обидно потом, вырезать? Ну, с одной стороны, было обидно, а потом понимаешь, что, блин, а если бы у нас было меньше кадров, нам бы просто не было, чего вставлять, и слава богу, что лучше мы вырезали какие-то кадры, нежели не добрали. Так что все к лучшему. Но кому бы еще ты хотел снять клип? Может быть, Клаве, или каком-то другом артиста? Может быть, у тебя есть мечта об артисте каком-то? Вот точно именно этому артисту хочу снять клип. Блин, ну, Клаве бы я хотел снять, и мы бы совместно с ней сели, придумали сценарий, раскадровку, это было бы очень интересно. А кроме Клавы? Кроме Клавы, наверное, первое, что мне в голову приходит, это Макс Корж. У него интересные тоже треки со смыслом, и я думаю, там можно было, тем более, я смотрел его треки, они у них тоже художественные, ну, не все, но есть именно цепочка сюжет. Вот ему бы я хотел снять, так что Макс, если что-то. Может быть, еще какой-то девушки, Клава бы не ревнула? Девушки, да нет, я думаю, нет, девушки, девушки, ну, не знаю, может, Вали Карнавал, то есть, кому-то из молодых, наверное, там, Лолите, нет смысла предлагать, вот, кто еще, три дня дождя, мне нравится, у них вот рок-группа, можно что-то тоже в этом стиле. Программа «Тема» продолжается, мы тут напугали немного Сашу, сказали, что сейчас нам понадобится его телефон. Ну что, как записана у тебя Клава Кока? Давай расскажем всем зрителям. Можешь прям посмотреть? Не, я знаю. Так. Кстати, я очень давно подписал сердечком, а, нет, вру. Без сердечка? Ой, звоню ей. Сейчас, секунду. Ну, вот так могу показать. Клава и сердечко. Мы верим, да, а ты у Клавы как записан, знаешь? Да, мой Саня, и тоже какие-то смайлики, вроде сердечко. Очень мило прям. А как вы ласково называете друг друга? Блин, наверное, очень банально, но это связано с котами, то есть, все, что можно там сказать. Ну, это очень мило, да. Да, как-то, как это сказать даже, уменьшительно ласкательно котов называть, вот, наверное, все там, все, что я даже не хочу произносить, но вы можете сами понять. Но мы хотим все-таки еще обынаглеть и попросить тебя прочитать последнее сообщение от Клавы, вот, которое ты получал. А где? А где угодно, где вы чаще всего общаетесь? Что она тебе писала последнее? Или ты ей? И во сколько? Ну, вот это было вчера ночью, она пишет, я подъезжаю, будешь чай со мной? Я пишу, давай, пять минут, все, я поставил чайник, и мы попили чай. Так, последний запрос в твоем поисковике, что последнее такое? Смотрел, искал в интернете? Интересно. Мы тебе верим, так что ты можешь нам рассказать. Ты себе еще помнил? Я искал фильм... Не убирай, не убирай, пока что. искал фильм «Достучаться до небес», то есть я хочу сейчас в скором времени снять на него ролик, я вот его пересматривал, смотрел фотографии, чтобы референсы собирал. Последняя заметка в телефоне? Заметка? Что я писал? Может быть, какие-то тоже режиссерские заметки, или может быть, сообщение какое-то? Скорее всего, это просто план дня, то есть не дня, а недели. То, что у меня сегодня эфир. Программа «Тема» продолжается. Саша, мы решили проверить тебя на знание треков твоей любимой девушки. Сейчас будут звучать песни Клавы, наоборот, перевернутые, ты должен будешь угадать, что это за песня. Вообще, знаком с ее творчеством хорошо? У меня была похожая история, только я должен был быстрее узнать трек, нежели «Шазам». Ага, ну нет, давай мы теперь наоборот будем слушать. Окей, попробуем. Итак, первый трек. Есть идеи? Все? Не знаю, «Пьяная домой». Да, правильно. Давайте послушаем. Молодец. Следующий трек, давайте. чат, чат, ну покинул чат. Правильно, да. Давайте послушаем немножко. И следующий трек. Что-то на арабском. А, «Забери меня замуж»? «Зови меня замуж», да. Давай проверим. «Забери меня замуж». Молодец вообще. И наоборот, тоже неплохо, классно, подумай. Вот Клава Кок хочет замуж, а ты хочешь жениться? А мы упустим этот момент, мы не обсуждаем эту тему. Ага, идем дальше, следующий трек. Это дуэт, подсказка. Ну, это «Краш», наверное. Давайте проверим. Правильно. И еще один финальный трек. Ты обязан угадать. Ну, да нет, парни, нет проблем. Ну, муту, на конце еще сказал. Какая у тебя любимая песня Клавы Коки? Ну, она уже знает, но, наверное, первая, которую я честно добавил себе в аудиозаписи. Я не фанат Клавиных песен был. Так. Вот. А это «Однажды». Однажды. То есть она сама знает, что я как бы вот был поклонником этого трека. Как раз-то он вышел, когда мы были на проекте, вот я его слышал. В общем, она заснила такой выбор? Я уже не помню, что она говорила, но она знает, что мне нравится этот трек, и она как-то так с иронией к нему относится, ну, именно к этому выбору. Вот. Потому что я говорю, что он, наверное... Пророческий. Нет, нет, нет. Ну, кстати, он пророческий, я даже брал какие-то фразы оттуда на проекте, я их использовал и так с намеком, типа, я знаю этот трек, там, не приготовлю, точнее, я не закажу, а приготовлю сама. Ну, то есть, какие-то были такие вот моменты, я и об этом говорил. Вот. Наверное, поэтому трек мне как-то запомнился даже. Программа «Тема» продолжается. Напоминаю, что у нас прямой эфир и в руках у Саши сейчас есть подушка, которую мы подарим за лучший вопрос для него. Так что, друзья, пишите в группу ВКонтакте, а также в наш телеграм-канал телеканала РУ-ТВ. Чуть позже я их озвучу. А пока у меня есть свои вопросы. Вот, наверняка, после проекта выросла популярность и заработки тоже. Насколько они увеличились? Заработки? Но опять же, смотря с кем сравнивать, я не могу сказать, что они слишком большие стали или очень маленькие, потому что всегда нужны люди, которые зарабатывают больше и которые зарабатывают меньше. А если брать меня до проекта и после проекта, честно, не скажу, что я стал во много раз больше зарабатывать. Они, естественно, увеличились, но не колоссально. А что стал больше себе позволять? На что стал больше тратить, может быть? Тратить? Больше, наверное, на путешествия. То есть, если я раньше как-то откладывал определенные моменты, мог улететь, то сейчас я понимаю, что если мне хочется, я готов потратить деньги на эмоции, на путешествия, потому что это останется на всю жизнь с тобой и лучше полететь, чем потом, не знаю, через время жалеть, что ты что-то иное не посетил. То есть все путешествия с Клавой наверняка оплачиваешь ты? Большинство оплачиваю я, у нас бывает, что она где-то может меня угостить, где-то я, то есть для меня это нормально, но понятно, как мужчина, я большинство моментов закрываю за собой. Какой самый дорогой подарок ты уже успел подарить Клаве? Самый дорогой? Мне вот пришел, наверное, самый необычный дорогой, а вот самый дорогой. Клава любит, то есть у Клавы много что есть, она из тех людей, которые тяжело подобрать подарок, вот у нее скоро день рождения, я до сих пор не определился с подарком, потому что у нее по сути все есть и тяжело чем-то удивить. Она любит всякие интерьерные штуки, квартиру и так далее, я решил ей подарить стул. Стул? Да, но стул не простой, короче, стул из воздушных шариков, розовый такой, и они вымочены в смоле, то есть он, грубо говоря, как стеклянный шарик и вот сделан из него стул. Это ручная работа, она делалась два месяца и вот я Клаве пообещал, что будет какой-то подарок, но нужно ждать. Ей очень понравилось, это очень стильно выглядит в интерьере, прям мне самым понравилось. А сколько стоил? 75. если я не ошибаюсь. дорогой даже. Что-то еще было, я не вспомню, что еще. Не помню. Ну, очки и всякие брендовые. А на что ты сам сейчас копишь? Наверняка есть какая-то крупная покупка, о которой ты мечтаешь. Автомобиль, дом, квартира, путешествие, может быть, необычное какое-то. Ну, если говорим про путешествия, то я давным уже давно хотел посетить Японию, вот, я все еще стремлюсь ее посетить, но опять же туда нужно ехать в определенные месяца, чтобы не было жарко, чтобы еще сакура цвела и так далее. А если из таких бытовых вещей, машина у меня есть, пока я не собираюсь ее менять, мне все нравится. Прям вот, чтобы я что-то хотел купить, вот, что можно пощупать материальное, наверное, пока такого нет. Но у вас с Клавой пока не общий бюджет? Нет. А за что чаще всего отвечаешь ты, за что она? Вот вы же вместе все-таки живете. Блин, вот мы как-то в отношениях нашли эту грань взаимопонимания, и мы понимаем, где кому как помочь. То есть, нет, я отвечаю там за еду, ты отвечаешь за то, за это. Ну, то есть, я оплачиваю квартиру, еда, ну, 50 на 50, то есть, она может закупить продукты домой, я могу закупить, также и заказать на завтрак, она, я, то есть, мы как-то пытаемся чередовать, чтобы не перетягивать одеяло в одну сторону, как бы, ей приятно меня угостить утром, там, приготовить завтрак, либо заказать, так же и мне. А помощники есть по дому? Или сами убираетесь, мойте полы? Вот мы, наверное, любители сами все делать, потому что есть такая фраза, хочешь сделать, хорошо сделать это и сам. Но иногда бывает, когда мы не успеваем, или куда-то там улетаем, можем, я могу заказать домработницу, то есть, по уборке, вот, но все равно понимаем, что лучше свою квартиру, чем сам ты, никто не уберет. Все, друзья, берите пример с Клавой Коке и Александра Поверина. Итак, друзья, очень много есть ваших вопросов в наших социальных сетях, есть такой вопрос, с какой страной могли бы сравнить Клаву Коку? С какой страной? Ну, это что-то многогранное, то есть, где есть и вода, и инфраструктура, и не знаю, там, и солнце, и сити, какие-то многоэтажки, потому что Клава очень многогранная. Не знаю, наверное, первое, что мне приходит в голову, где я именно был, это Кептаун, потому что там и солнце, и вода, и горы, и мегаполис, наверное, я бы сравнил ее с Кептауном. Также есть еще вопрос про фобии от Елены, она спрашивает, она пишет, что вы не из пугливых, на мой взгляд, если да, то какие фобии у вас есть? Как зовут? Елена зовут. Елена. Не знаю, зачем вы узнаете, Елена, но у меня нет прям каких-то фобий, единственное, что мне не нравится, и вот к чему я так немного омерзительно отношусь, это к змеям. У меня был момент, что мне постоянно снился один, тот же сон в детстве, что за мной бежит, змея именно бежит, не ползет, вот, и я от нее убегаю, и вот как-то они меня вот не очень удовлетворяют, особенно если бы не со мной рядом находились, поэтому змеи, наверное, вот единственное, что я могу отметить. Также есть вопрос про имя, значение имени Александр, это защитник, воин, нравится ли имя свое? Мне мое имя нравится, мне еще помню, бабушка сказала, что Александр это защитник, у меня помню, еще иконка такая была, кстати, она смотрит прямой эфир, ее зовут Тоня. Давай передим привет. Тоня, передаю тебе привет большой, она меня смотрит, кстати, ее имя переводит Тоша, это имя, которое мне очень раньше нравилось, и я хотел свою дочку назвать Тоша, но вообще, если уже говорим там про детей, про женские имена, мне еще нравились Ксюша, Соня, приятно, и Кристина, ну вот, наверное, Соня, Софья, это топ имя для меня в данный момент, каким бы я хотел назвать дочку. Дочку даже, А Клава, согласны с этим именем? С Клавой тоже надо это обсудить, еще маме передам привет, давай, Света, мама, привет, они меня смотрят. Кому подарим подушку, какой вопрос? Ну, так как у меня сейчас теплые эмоции, воспоминания вызвал этот вопрос, связанный с именем, я подарю эту подушку человеку, который задал вопрос про имя. Супер, Елена Яковлева, подушка отправляется именно к вам сегодня. Друзья, у нас программа тема подошла к концу, спасибо большое, что сегодня к нам пришел. Это был Александр Поверин, актер, модель, блогер, режиссер, и я, Ксения Акчурина. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok